Всем привет! В эфире рубрика релизы, у микрофона Анессия Аоки, и в этом видео я расскажу вам о новинках среди визуальных новелл в прошедшем августе. Начнем мы, как обычно, с русскоязычных релизов. Первым тут отметим хоррор с элементами повседневности, кошмар ипотечной квартиры. Его главной героине Лене повезло купить в ипотеку неплохую квартиру по довольно низкой цене. Но, заселившись туда, она начинает понимать, что кроме нее там живут трое потусторонних личностей. Далее скажем о новелле «Фильмоскоп ужасов», выполненный в пиксельном стиле и передающий атмосферу старых диафильмов. Ну а сюжет ее первого эпизода повествует о простой советской школьнице Даше. Она не послушалась маму, включила зеленую пластинку и столкнулась со страшным злом. Другой хоррор в советском сеттинге – новелла «Был ли у меня шанс», предлагающая вам раскрыть темные тайны психиатрической лечебницы Туров, играя за стажера Виктора. Его задача – не поддаться безумию, провести расследование и разоблачить скрытые угрозы, которые таят в себе больничные коридоры Турова. Больничные вайбы вас ждут и в новелле «Посетители четвертой палаты». Ее героиня, 12-летняя девочка Алиса, просыпается на больничные койки с амнезией. И теперь вереница посетителей, которых она не помнит, будет раскрывать перед Алисой ее прошлое. Но всем ли из них можно верить? Еще один релиз с элементами хоррора – новелла «Метаморфоз». Ее протагонист Майки был отправлен матерью на лечение в странное заведение, населенное не менее странными обитателями. А его руководство предлагает Майки посетить некий мир Красного Солнца, обещая изменить его жизнь. Следующий ужастик под названием «Желтый дом» – это демо-новеллы от авторов игры Outside the Door. Герой их нового проекта, юноша Артем, страдал от кошмаров прошлого. И чтобы побороть их, он возвращается в родной город, где намерен найти самого близкого человека. Но все его пути тянут Артема к внушающему ужас «Желтому дому». Ну а действие новеллы «Пайнфорд» происходит в одноименном вымышленном городке викторианской эпохи. И начинается с убийства аристократки Иви Рутс, для расследования которого из столицы присылают детектива. Однако «Пайнфорд» кажется тихим лишь на первый взгляд, а у всеми любимой Иви на деле хватало недоброжелателей. В свою очередь игра «Пляшущие кости» представляет собой комедийный вестерн в духе фильмов об Индиане Джонсе с элементами фэнтези. В нем вы примерите на себя роль ковбоя Тони, который вместе со знакомой волшебницей отправляется в приключения, чтобы снять проклятие с его сестры. Далее скажем об игре «Блэклист Мафия», действие которой происходит в 30-е годы в Чикаго, когда гангстерские империи вели борьбу за влияние в городе. Выживете ли вы и станете новым боссом? Или же окажетесь в черном списке? Решать только вам. Следующий релиз, который мы отметим, игра «Грехопадение». Она повествует о трех старшеклассниках из России, попавших в частную британскую школу-интернат. И там они решили устроить маленький бизнес, торгуя информацией, но вместо успеха их ждали только страшные беды. А новинка под названием «Ночь с барменом», как вы уже могли догадаться, предлагает игроку провести время с харизматичной и опытной барменшей Айви. Ну а если вам повезет, то вы также получите шанс построить с ней отношения. Ну а новелла «Побег леди» ставит перед вами задачу помочь героине сбежать из поместья, куда ее отправили. Сможет ли она снова танцевать под звездами или останется заточенной в шелкие камни, но учтите, дворецкий всегда на чеку. Так что остерегайтесь его, не соблазните. В другой новинке под названием «Концентрация похоти» вы станете мастером всех заклинаний, которые обнаруживают в своей башне незваных гостей женского пола. Сражайтесь с ними, соблазняйте и раскройте их темные тайны. А в новелле «Гарем духов» вы станете повелителем в мире, где обитают духи цветов в образах прекрасных девушек. Так что постарайтесь не отставать от энергичной и пылкой Дейзи, помогите застенчивой Вайолетт раскрыться перед вами, или проведите время в компании заботливой Роуз. А протагонист новеллы «Выстрел похоти» Кэйсукэ погибает под колесами грузовика, но попадает в чистилище, где его встречает милая девушка Мидори. И теперь, чтобы оказаться в раю, Кэйсукэ нужно выиграть у нее три раунда в русской рулетке. Однако за всем этим скрываются тайны, которые необходимо разгадать герою. В свою очередь, в новелле, связанной между столами, по словам ее авторов, обычная школьная жизнь и романы с одноклассницами переплетаются с загадочными явлениями и странными событиями. Сможешь ли ты разгадать их, или же они приведут историю к мрачным последствиям? Далее же, скажем о комедийной новелле «Мой диктатор Сталин не может быть таким милым». В ней вы сыграете за самого Владимира Ленина, но в виде милой аниме девушки. Ну а компанию ей составит Иосиф Сталин, в образе такой же анимешной девочки. Достигнете ли вы лучшей концовки? Своя атмосфера присутствует и в игре «Русы душат змея», где вы будете управлять великими древнерусскими богатырями, что отправились в глубокий ящерский тыл с целью отыскать похищенную княжескую дочь. Покажи Иродам, что с русами шутки плохи, и верни пленец домой. В ряду мемных релизов и новелла «Одиночество Скуфа», которая, впрочем, намекает на вполне драматическую историю. Ведь здесь у Скуфа есть шанс найти настоящую любовь, обрести крепкую дружбу, раскрыть себя в творчестве, либо позволить одиночеству поглотить его целиком. Одиноким Скуфом вполне мог бы стать и протагонист новеллы «Я не вижу снов» по имени Серега. Но герои спасают воспоминания подруги детства, из-за которых он обзаводится сомнительным другом, новой знакомой, знающей все о потустороннем мире и связывается со славянскими духами. Следующая новинка под названием «Что на небесах» рассказывает про школьника по имени Егор, который хочет покончить с собой из-за расставания с девушкой. Однако после смерти он не исчезает, а попадает в необычный загробный мир. Ну а новелла «Вечный сон» начинается с истории о школьниках Миши, Пете и Кеше, которые проживают обычную веселую жизнь. Вот только главному герою Миши всегда хочется спать, и однажды он проваливается слишком глубоко в сон. Героиня-школьница присутствует и в новелле «Софтика», сюжет которой начинается с того, что в класс к девушке переводится другая ученица, перепрыгнувшая сразу целый год обучения. И после этого жизнь главной героини пошла наперекосяк. А паренек Кио, протагонист новеллы «Сегодня-завтра-никогда», страдает деменцией, постоянно все забывая. Впрочем, он пытается жить как обычный человек, но лишь до тех пор, пока он не встречает своего бывшего одноклассника. В другой игре от этого разработчика под названием Эйдалон вам в роли писателя, переживающего творческий кризис, предстоит призвать духа вдохновения по имени Эйдалон, способного принимать человеческий облик для простоты общения с людьми. В свою очередь, действие новеллы «Белая ночь» происходит в мире, где коты добились всего того, что сделали люди, достигнув подобного уровня технологического развития. И здесь вы сыграете за каракала Лешу по кличке Ушлепок, который видит странный сон, меняющий его жизнь. Изменить собственную жизнь решил и герой тайтла «Бичгерлс», причем не просто так, а после прохождения очередной визуальной новеллы. И с учетом того, что живет он в Анапе, он начинает с похода на пляж, где ему выпадает шанс познакомиться с несколькими девушками. А героиня игры сказания древних эльфов по имени Оливия как-то находит в подсобке книжного магазина безымянную книгу, погружающую ее в красоты эльфийского мира. И даже сны отправляют ее туда, но однажды Оливия понимает, что больше не может проснуться и вернуться в реальный мир. Ну а протагонистка сказок «Темного леса» Дарина изначально родилась в сказочном мире и была отдана там на воспитание Кьегине, а впоследствии отправилась в пансион, где ее ждала абсолютно новая жизнь и совершенно новые знания о других мифических существах. В свою очередь игра «Get out of me» является примером проекта, черпающего вдохновение в диалогии о молоке и рассказывает о 16-летней девочке по имени Элли, страдающей от одиночества. Она хочет, чтобы ее просто выслушали и поддержали. Удастся ли тебе помочь ей с этим? Также отметим и перевод новеллы «Мелти Аметист» от команды ВНК. Ее главная героиня, восхищаясь карьерой сестры модели, также переехала в Токио, но пока лишь работает в круглосуточном магазине. Но однажды ее бытие меняет ворвавшийся в ее жизнь новый знакомый. И в конце отметим игру Кома 2Б «Катакомба». Ее сюжет описывает новое приключение школьника Йонхо, который в предыдущей части выбрался из страшного зеркального измерения. И вновь попав туда, он ищет древний меч, чтобы одолеть пугающую адскую сестру. Далее в нашем выпуске традиционно идут англоязычные новинки. И первой здесь отметим знаменитую кота Васёдзо. Спустя 12 лет после своего изначального релиза, она наконец добралась до Стима. Там игра по-прежнему распространяется абсолютно бесплатно, и предлагает узнать историю Фисао Накая, попавшего в школу Ямаку для детей-инвалидов, и познакомившегося там с пятью разными девушками. Другой важный Стим-релиз этого лета – появление на площадке ремастера знаменитой новеллы «Fade Stay Night». Так что теперь и пользователи Стима могут ознакомиться с историей борьбы обычного школьника Сира за обладание Святым Граалем в ходе битвы магов. Следующий интересный релиз – новелла «Лунария» от студии Кей. Её протагонист – гениальный геймер Тибит зарабатывал огромные деньги на победах в гонках виртуальной реальности. Но однажды из-за ошибки сервера он оказывается в виртуальном лунном мире и встречает Лунар Кью – искусственный интеллект, с помощью которой он намерен вернуться в свой мир. Далее отметим сразу серию новелл «Фрагментс Ноут Плюс». Их сюжет начинается с того, что Юкухи Тензи отказала в любви подругой детства, но на помощь ему пришла взявшаяся из ниоткуда девушка Мию, утверждающая, что она его дочь из будущего и поможет Юкухи построить отношения. Ну а во второй части этой новеллы вы сыграете за сироту Кёючи Акикаму. Его поддерживают сестра Сидзука и подруга Юкицки, но явившееся однажды божество меняет их судьбу. А в новелле «Ревью Эльдорадо» вы примерите на себя роль ученицы музыкальной академии Сэйшо. И в последнее лето там она с одноклассниками решает поучаствовать в фестивале с пьесой Эльдорадо. Но для начала им предстоит выбрать исполнителей главных ролей. Другой интересный релиз «Зомби-полиция», где вы сыграете за двух детективов-новичков – человека Ясу Тамуру и зомби Акеми Кабану. Вместе взявшись за дела и объединив человеческие детективные навыки со сверхспособностями зомби, они грозятся раскрыть любые преступления. Герою игры хоррор в Хонгде также предстоит вести расследование об исчезновении крупного бизнесмена. Но что именно стало причиной? Похищение, отказ от прежней жизни или обычная смерть в мутных водах реки Хан? С этим предстоит разобраться детективу Чеду Барлоу. Расследование убийства известного ученого-палеонтолога ожидает вас в новелле «Генба но Кизуно». Здесь в вашем распоряжении будут сразу четверо героев – офицеры Кёйчи Генба, Химацу Мидзу и Рэй Сирояки, также доктор Шинкетсу Кикай. Причем им предстоит раскрыть не только личность убийцы, но и восстановить события, приведшие к смерти, а заодно научиться эффективно работать в команде. Ну а новелла «Лили вагансе» начинается с того, что героиня Хитоми убивает себя прямо на глазах своей подруги Ички. И теперь преисполненная чувством вины девушка мечтает начать все сначала, но, получив такой шанс, Ички сходит с ума, а ее дружба с Хитоми становится все безумнее. Героиня игры главный приз это суп, Тянь Хайлу, после болезненного расставания просыпается и обнаруживает, что она мертва. Однако девушка получает шанс повернуть время вспять и предотвратить собственную смерть, если сумеет пройти три раунда в игре, где на кону стоит жизнь. Короткая новелла «Проколотое сердце», в свою очередь, рассказывает о трех девушках на космическом корабле, которые заблудились в космосе. И теперь им предстоит в такой ситуации не поругаться друг с другом и найти способ позвать кого-то на помощь. Состав из трех героиней, примкнувший к ним менеджер особняка, ждет вас и в новелле «Секретный пирог». И теперь вам предстоит раскрыть их секрет и узнать, что же их связывает даже в разных мирах. А мрачная игра «Бетерфляй Сёрквит» перенесет вас в киберготический мир. Протагонистка истории Амелия Моррисон покидает родной город после трагических событий, перебираясь в столицу. Но неприятная память остается, а доверие и правда становятся дефицитными товарами. Ну а игра «Свидание Z» – это смесь школьной драмы, романтики и детектива. Ее герой перевелся в школу, которая кажется немного странной, и теперь его задача – завязать отношения до пятницы и сходить на свидание, чтобы пережить вспышку смертельного вируса. Далее скажем о короткой кинетической новелле «Надгробная речь», выполненной в пиксельном стиле и представляющей собой рассуждения о двухсторонней природе горя и потерь от автора, живущей в сельской местности американского Среднего Запада. Следующая игра под названием «Маяк» рассказывает о смотрителе ныне заброшенного маяка. Однажды он дал там убежище шести людям, но теперь сам оказался пленником здания, за которым когда-то следил, и на его этажах он сталкивается с воспоминаниями, угрожающими оживить травмы прошлого. А герой новинки под названием «Мой дорогой делириум» – беспокойный паренек Элиот, отчаянно цепляющийся за окружающую его реальность. Но что произойдет, если однажды она будет поставлена под сомнение? Сумеет ли Элиот выяснить, где берет начало и где заканчивается ложь? Разобраться в реальности миров предстоит и девушке Йомичи, героини игры «Безлунная луна», способной после захода солнца перемещаться по разным мирам, будь то пустыня на луне или необычный остров на небе. И каждое такое путешествие все сильнее ставит вопрос, является ли настоящей ее жизнь в дневном мире? В свою очередь, небольшая новелла под названием «Бэкспейс, бэкспейс, бэкспейс» предлагает вам вжиться в роль унылого писателя, оказавшегося на грани потери своих творческих сил в мире, где господствует искусственный интеллект. Другая пиксельная новинка, я полагаю, это история о простой прогулке домой, наполненной, однако, множеством навязчивых мыслей, хотя авторы игры добавляют, что при ее прочтении стоит постараться не думать слишком много. Ну и в третьей новелле в пиксельном стиле, носящей название «Это не твой дом», вы сыграете за пожилого вдовца Роджера. Как-то раз он вернулся к себе домой, но обнаружил, что там теперь живет кто-то другой, а все замки были заменены. Сможет ли он вернуть свой дом? Ну а игра «Геймерские истории» представляет собой симулятор свиданий, где вашими романтическими интересами окажутся девушки-геймеры, разработчица, стримерша и помощница мангаки. Ведите с ними беседы и узнавайте об их трудностях в реальном жизненном опыте. Следом скажем о паре новинок от издателя Cyberstep, первая из которых носит название «Я твое домашнее животное». Ее герой начал встречаться со студенткой-переводчицей Цубоми, но со временем она стала буквально душить его своей заботой. К кому же протагонист сможет обратиться за помощью? Герой другой новинки под названием «Мое тело, твое тело» однажды завел сразу трех подруг, но вскоре все они оказываются прокляты и вынуждены меняться своими телами каждый день. Смогут ли они когда-нибудь разрушить это проклятие и вернуться к собственным телам? И завершим этот блок кинетической новеллой «Коммунистический манифест», которая рассказывает о классической работе Карла Маркса «Манифест коммунистической партии». Вот только в этом тайтле Маркс – это грудастая дама. Ну а теперь настало время перейти к блоку новелл с пометкой «Для взрослых». И первой тут отметим уже девятую часть «Сукуба в Сакуре», где главный герой Хироки готовит совместный концерт и его подруги, айдола Айю, с некогда популярной певицей Михамой Сидзуру. Но захочет ли Айю делить с ней сцену? Или Гарим Хироки все же пополнится очередной девушкой? А в новелле «Оппай Академия Сукубов» вас ждут не концерты, а не обычные ритуалы. Ведь ее главный герой Сагиба Сугуру попал в особую академию, где обучаются прекрасные девушки Сукуба. Однако заведение стоит на грани закрытия, из-за того, что они недостаточно сексапильны. И теперь Сугуру, используя книгу сексуальной магии, предстоит разобраться с проблемой. В свою очередь, героя новеллы «Сладкая жизнь с повелительницей демонов из другого мира» придется решать проблемы сексуальной демонессы. Ведь, повстречав ее на улице и думая, что она простая девушка, попавшая в беду, он по доброте приютил ее у себя дома. Ну а Дайсокита Мига, протагонист следующей новеллы «Небеса замужних женщин 2», вводит в свою квартиру зрелых дам и занимается с ними любовью. И однажды его гостьями становятся веселая Касуми и ласковая Мемори, с которыми он завязывает очень бурный роман. А герой новеллы «Мечтательная любовь с Сейрой» от издателя Just, Харуто Ватари трудится на изматывающей работе. Но вернувшись однажды домой, он засыпает в своей неубранной комнате, и ему снится сон, где он оказывается владельцем роскошного особняка, а предслуживает Харуто прекрасная горничная Сейра. А к протагонисту следующей новинки под названием «Чайные девушки» не во сне, а в реальности приходят сразу трое сексуальных служанок. И не просто так, а чтобы устроиться на работу в его кафе. И теперь они будут приносить клиентам чай, обслуживая их, а заодно не забывать особенным образом обслуживать и главного героя. Протагонист следующей новинки по имени Наоки был влюблен в соседку и подругу своей матери Шиори. И однажды мама Наоки уехала в командировку, попросив Шиори иногда приглядывать за сыном. И в один из таких визитов Шиори застала его в крайне пикантной ситуации. Протагонист игры «Зрелая вдова Кадзуми» и бойфренд ее дочери также ждет роман со взрослой дамой. Но все началось с того, что он безуспешно добивался близости с ее дочерью Кёко. И пытаясь выяснить причины отказа в девушке, он обращается к ее матери Кадзуми. Но получив объяснение, парень сближается уже с ней. Ну а герои любви в логине – игроман Сон Хён Квон и его онлайн-подруга Да Хё Пак, которые проводили все время в компьютерных играх. Но однажды они встретились друг с другом в реальной жизни и начали романтические отношения. Но ждет ли их успех? А герои новеллы «Клевер Трусиков» точно сопутствует успех, ведь он нашел счастливый четырехлистный клевер, а значит сама вселенная дает ему знак, которого он ждал. И теперь он намерен во что бы то ни стало осуществить свою главную мечту – найти себе девушку. Ну а в новинке под названием «Вечные цветы, где есть воля, есть и путь» вы проследите за историей двух героинь – Мины и Ран, их проблемами и ростом, когда они ищут собственный путь в жизни. Ведь как гласит теглайн новеллы, легко отвернуться от Ран в своем сердце, но конечно есть способ лучше. Героиня следующей игры Чоу Фукуда работала дизайнером костюмов почти всю взрослую жизнь, из-за чего ее мотивация опускается до нуля и она остается без клиентов, провалив приемку ее работ. И в такой ситуации ей придется выстраивать свою жизнь заново. Но в детективной комедии «Быстрый флиртующий лос-анджелеский дрифт» вам предстоит в роли агента ФБР под прикрытием углубиться в субкультуру подпольных гонок и дрифта, чтобы поймать известную контрабандистку Джану Сильву. В Лос-Анджелесе, а вернее в роскошном пятизвездочном отеле, в самом его сердце происходит действие игры Come Right In. В этом отеле действует негласный дресс-код для девушек, длинные ноги, загорелая кожа и отсутствие стыда, чем пользуются элитные постояльцы. Но сможешь ли ты заглянуть за гламурный фасад этого места, расследуя исчезновение своей сестры? И в конце блока скажем о новелле «Фэнтезийная долина». Ее герой Дэвид всю жизнь прожил на ферме с семьей, но когда его родители покидают долину, и он сам оказывается вынужден переехать в город и поступить в колледж. Ну а там Дэвида ждут не только учеба, но и романы с красивыми женщинами. Следом, как обычно, отметим и свежие новинки в жанре отома. И здесь сперва скажем о новелле «Очередной северный герцог», героиня которой была изгнана из современного мира в фэнтезийный роман. Там она оказывается обычной злодейкой на вторых ролях, и ее цель – выйти замуж за жестокого герцога Севера. Но получится ли у нее соблазнить этого сурового и холодного мужчину? Протагонистка следующей истории намеревалась вернуться в родной дом, но, вступив на его порог, оказалась в царстве Лимба под властью семи суверенов, которые поклялись защищать ее. До тех пор, пока она способна доказывать, что может быть полезно для них. В свою очередь, героиня Дэма другого проекта «Вечная слава» была проклята и потеряла все, чем она дорожила. Но однажды девушка знакомится с тремя лидерами божественных организаций и получает возможность присоединиться к ним, а вместе с этим и снять свое проклятие. Героиня следующей новинки «Симфония снегопада» просыпается в незнакомом месте и в поисках убежища оказывается еще в большей опасности, осознав, что стала вампиром. Кто поможет ей в первые дни жизни ее новой темной сущности и кем она будет манипулировать, чтобы обеспечить свое выживание? Ну а Дэма от эмановеллы «Призрак сумерек» переместит вас в Лондон 19 века. Ее героиня, леди Люси, однажды обнаруживает свою горничную убитой и теперь при поддержке дворецкого Чарли, детектива Аарона и профессора Харви намеревается раскрыть личность убийцы, не представляя, какая безжалостная правда ждет ее впереди. В другой демоверсии новеллы от этих разработчиков «Яркая рамка» вы проследите за самыми яркими моментами, наполненных романтикой отношений молодой пары, которая стремится к своим мечтам, не поддаваясь всем трудностям обычной жизни. И в конце этого блока демоновеллы «Моя дорогая любовь», где вы сыграете за старшеклассницу Мигуми Такахаси, взявшую на себя задачу ухаживать за маленьким ребенком Кацуи, племянником ее одноклассника Ацуи Судзуки, в которого она влюблена. Ну и в конце нашего выпуска также скажем и о свежих демоверсиях проектов. И первая из них, называющаяся «Судом невиновных» и созданная китайскими разработчиками, напоминает один крайне известный тайтл. В самой же игре вы примерите на себя роль адвоката-новичка Луны Рей, которой предстоит раскрыть шокирующий заговор, способный изменить судьбу многих людей. А в новелле «Призрак озера» вас ждет крайне запутанная история о хирурге Сальвио Шене. Его девушка погибла из-за наводнения, а сам он намерен узнать правду о смерти дочери, которую никогда не видел. Однако на пути Сальвио встает леди Озера, да и больница, где он работает, хранит слишком много тайн. В другой демо под названием «Божественное предзнаменование» вы также сыграете за врача по имени Эван. Его мучают кошмары о прошлых ошибках, но послания, которые он видит в своих снах, способны спасти жизни близких ему людей, или отправить их в могилу раньше времени. Далее скажем о прологе новеллы «Круг плюс», где ваша цель – помочь найти снотворное страдающему от бессонницы мужчине, который разговаривает сам с собой. Но приняв его, он сможет получить доступ к своему подсознанию. А героиня новеллы «Искусственный Нексус» Сьюзен проснулась в похожем на гроб устройстве, ничего не помню. В то же время голос в динамиках сообщает ей, что она попала в технологическую компанию, а шум за пределами комнаты намекает, что здание подверглось нападению. Сможет ли Сьюзен сбежать оттуда? Протагонистка новеллы Ария Вермиллиона по имени Аня Стридер желала восстановить запятнанную славу ее клана, и для этого она присоединяется к Инквизиции и получает первое задание – защитить Изабель Кундри, которая должна подписать важный договор. Однако миссия усложняется, когда в городе появляется охотник за головами. Ну и в конце отметим новеллу «Проклятие любви» найти свою вторую половинку, главная героиня которой несла на себе любовное проклятие, но, несмотря на него, пыталась найти настоящую любовь. Но по ходу сюжета она сталкивается с еще большими проблемами. А на этом у нас все. Спасибо за просмотр данного видео. Не забывайте про священный ритуал «Лайк», «Подписка», «Колокольчик», становитесь спонсорами Элдена Бусти и ВК Донат и следите за новостями в паблике ВКонтакте, а также Телеграм и Дискорд. Для вас работала Анасия Аоки. До встречи в следующих видео.